Ровно один месяц я не играл в модификацию под названием Ария, однако в момент, когда я в неё играл, она мне понравилась. Но как по мне, это действительно интересный хардкорный мод на основе колов Чернобыля. И вот буквально вчера вышел патч, добавляющий и исправляющий много чего в данной игре. Вот, кстати, полный список изменений. Сегодня я уже успею глянуть на некоторые из них и начну мини-путешествие за бандита. Почему мини? Ну потому что как такового сюжета тут нету и делать, откровенно говоря, рано или поздно станет нечего. Но пока мне и вам это будет интересно, я буду играть за персонажа по кличке Голдмен. Как банально, но не важно. Ну а я напоминаю тебе о конкурсе, который проходит в группе ВК. Также не забывай подписываться на канал, у нас появилась новая цель, апнуть 70 тысяч до конца года. Это нереально, уж точно, но постараться нужно, поэтому подписка приветствуется. Желаю тебе приятного аппетита и просмотра. Также не забывай про лайк с колокольчиком и я начинаю. Модификация под названием Ария. Вышла как раз таки недавно новая версия, обновление, так скажем, да. 2 сентября и сегодня я хочу начать. Йоу, в неё нормально так поигрывать, потому что мод новый для нашего комьюнити. Мод самый сложный пока что, который существует для Золоприпти. Наверное, всё-таки, да, судя по тому, что я там сделал роликов, наверное, 5-8. Ну, плюс-минус, да, я что-то не помню. Нет, подожди, побольше роликов сделал. Я даже пытался поиграть в одну жизнь. Ещё там пытался за сталкеров поиграть. В общем, много чего пытался, не суть. Мод в целом мне тогда понравился. Сейчас его немного доработали. И давай-ка будем думать, за кого мы начнём сегодня. Я не хочу играть за дефолтных сталкеров. Такого у меня желания реально вообще нет. Я хочу попробовать поиграть за бандитов. Я помню то, что когда-то я за них уже начинал играть. И у меня, в принципе, неплохо получалось. Так как у меня будут звать персонажи, а пусть его будут звать голдмен. В принципе, тут ничего нового. Новичок, база, гордон. Нет, вот Тёмная долина. Да, хочу в Тёмной долине начать. Всё как надо. Портрет, фракцию сразу давай-ка себе выбираем. Портретик, портретик. Вот такой хочу. Так, и теперь-то я в курсе, что вот эти вот характеристики можно как-то подбирать. И брать отрицательные всякие характеристики. Для того, чтобы у тебя прибавлялись очки. И ты брал нормальные характеристики. Короче, ладно. Здоров как бык. Не надо шустряк. Вот шустряк давай берём. У меня остается одно очко. Железные нервы. Это мне не надо. Так, трезвый ник. Криворукими. Мне нужен навык на косматик. Не курящий. Вот он криворукий. Короче, мы не будем собирать ничего в этой жизни абсолютно. Навыки для нас это не для нас. Вот, аптекарь можем, кстати, взять. Повышает эффективность вывода. Вот, кстати, полезный навык, между прочим, очень. Ну, реально, очень полезный навык. Косматика, хроническая депрессия, хилак, слабак. Живучий, может, возьмём, кстати. Повышенный, максимальный переносимый порог боли и скорости вывода токсинов. Вот, или энергичный. Вот, энергичный, криворукий шустряк. Меня, в принципе, устраивает тот набор, который у меня присутствует. Теперь переходим вот сюда. Моё любимое, на самом деле, реально. Во-первых, мы берём себе рюкзак. Спортивный, либо малый. Давай, наверное, возьмём... Стерилипин, подожди. Давай, наверное, возьмём пока спортивный для начала. Бинтоп, давай две штуки возьмём. Пождая бандитская куртка 18. Нам, думаю, что больше и не пригодится. Дальше, что ещё мы можем взять? Так, налобный или тяжёлый? Ну, в принципе, давай-ка возьмём, наверное, налобный. Хотя тяжёлый вроде... А, нет, их вроде надо обоих задержать, поэтому да. И давай-ка возьмём себе какой-нибудь ствол. Самый маломальский, где... А, К, топорик, бинокль. Блин, а вот топорик, кстати. Топорик, это вещь нужная, по-моему, здесь. Подожди, а самый дешёвый пистолетик можно взять? Ржавый, ТОС, вот 22 тысячи ТОС. Ржавый обрез, 10 тысяч. Давай-ка я ржавый обрез возьму лучше вместо ПМа. Потому что я чувствую, что ПМ меня будет иногда подводить. Так, две пачки возьмём. И 450 у меня остаётся. Естественно, что ни на что мне этого не хватит, скорее всего. Как бы я не хотел. Ну, давай апельсинового сока возьмём себе, да и всё, в принципе. Без аптечек, без топорика, ну да, к сожалению. Хотя, возможно, кстати, возможно. Может быть, бинты тогда убрать? 600 рублей стоит так. В общем-то, поехали в путь. И начинаем мы, впрочём, в довольно-таки раннее время. Так, это чё, музыка у него играет? Мужик, а может, ты вырубишь это радио, пожалуйста? Так, всё, мы, видимо, проснулись. Ни свет, ни заряда. Хорошо, играем из-за бандита. Да, я говорю ещё раз, видите, как мы быстренько бегаем, это прям очень важный для меня параметр. Мега важный. Конечно, без противогаза придётся. Но, кстати, подожди. А если, а если всё-таки я обучаюсь? Смотри, у меня сейчас идея появилась, кстати, насчёт навыка. Там был навык повышения пульса. Он же, по идее, должен играть, как бы, в хорошую сторону с нами. Он же должен, по идее, ещё и помогать нам, каким образом. Типа, если ты попал в аномалию, вроде активно, да, естественно, у тебя повышается пульс. И ты в курсе того, что ты обучился. Слышь, ты искал работу, подваливай, вы ко мне, перетрём. Ок, ладно, перетрём. Так, погоди. Фонарик, наверное, сейчас лучше не... Это что, аптечка? Её можно взять? Нет, это муляж, я думал, это аптечка, которую можно прям сейчас взять. Так, это кто такой? Ощипа меня, только руки не распускай. Руки и ноги есть? Хрен на месте, свободен. А для чего вот это? Ааа, ааа, типа врач. Да, господи, что за пушевые диалоги-то? Я даже сначала, честно говоря, не очень понял, что ему надо от меня вообще. Танин, к сожалению, оказался пустым. Сейчас, наверное, к Султану сходим. Надеюсь, то, что у него радио не будет. Короче, насчёт этого навыка, ну, блин, надо проверить. Но с другой стороны, если ты прям сильно обучён, то у тебя тратится здоровье. Это же логично, нет? Ладно, логично, не логично, но мы сейчас будем выживать в мире. Аномали хотел сказать, но нет, это мир чуть более мода посложнее. Сразу давай-ка я и вот сачёчек давай-ка, и всё, минус веста. Отлично. Веста — это дело важно. Так, с фонариком будем ходить. Подожди, а фонарик, кстати, питание батарейки, умеренное потребление энергии. То есть сейчас я могу, да, с ним пока бегать. Ну, хотя, смысл, я как бы не заблужусь, но для того, чтобы вам было банально всё хорошо видно, я, пожалуй, фонарик пока что оставлю на первое время. Ну, думаю, что тут уже можно его выключить. Мне бы нож был, кстати, какой-нибудь ещё, было бы неплохо. Но потом, видимо, по мере обживания. Да какой охляп-то так, вот эти уже ножи... Ой, пригодится мне как раз-таки фонарик для того, чтобы всё это дело обыскать. По-моему, кстати, поменяли положение рук. Вообще, я в Арию не играл месяц, кстати. У меня там последний ролик был к Раскипаре примерно месяц назад, так что да. Погодите, чуть-чуть такое, это у нас гильза от винтовочного патрона, ладно. Не сути, но важно. И имеются тут у нас аптечки, всякие бинты. Так, мы забираем, тут это пофиксили, кстати, по-моему, да? Пофиксили, я сказал. Эх, ну как они, конечно, фиксят такое, я не знаю, реально. Вот фиксили, что не фиксили, вроде писали то, что мы пофиксили. Но хотя ладно, вроде как реально пофиксили. Так, ладно, мог аптечки не брать, на самом деле. Я почему-то предполагал то, что аптечки с бинтами особо не пригорят сомненно, но ладно. Не суть важна. Султан, что звал ты меня? Подожди, подожди, фонарик вырубай, фонарик вырубай, пожалуйста. Экономим энергию. Ну, Пахан, ты вроде как хотел меня видеть, да и мне, короче, работа нужна. Ну, какое совпадение, я хотел предложить тебе работу. Есть люди здесь, в зоне, которые платят бабу, и неплохое. Ясен, пень, не запрос так. Я тебе покажу, кому и куда. Тут все пачком. Но что мне нужно, это 20% от того, что не платят. Часть должно идти мне за крышу. Сечешь? Любые деньги, которые ты делаешь на стороне, как бы, твои, хорошее дело, да? Только не пытайся надуть меня, понял? Те, кто пытался меня кинуть, гниют на просторах зоны. Но ты не пугайся. Если будет все как надо, я тебе только помогать буду. У нас все порядочно. Если все-все, то можем закончить базар. Так, я хочу перейти в группировку бандит, и так я как бы и так в ней. Слышь, ты нас... Да, да, я понял, меня сейчас опять послали. Мне бы денег заработать, может, раптемка имеется какая-нибудь. Эти дубоголовые вояки ползают здесь снова. Мне не нравится это. Иди и позаболься о них, пока они ушли. У тебя есть 6 часов. А может поконкретнее? Профессионал, профессионал. И причем мне пишут, где они находятся. А, вот, смотри. Темная долина. Отлично, все, темная долина заметана. Я их убью в темной долине. А еще можешь мне предложить? У меня есть уникальные вещи. А, ну подожди, нет, это пока не очень интересно. Ага, это да, это опять про вещи спрашивается. Расскажи о жизни, да мне неинтересно, в принципе. И все, покедова. Хорошо, я тебя услышал, в принципе, мужик. Я тебя понял. Далеко ли находятся? Нет, в принципе, по дефолту. Я помню, как я, кстати, играл в одну жизнь в Арии. Я дурачок, да, я знаю. Это было в конце Юлиан. И тогда я помню то, что я слился очень тупо, очень глупо о невнимательности. Но это, ребята, не одна жизнь, сразу говорю. То есть, я просто запускаю все ролики по Арии. По конкретно данной версии, как это было. И полтора месяца назад, когда только Авиа Ария вышла. А может, кто его знает. Может, поиграем там вообще прям. Там все пройдем, как надо и как не надо пройдем. Прям побегаем по всем локациям, посмотрим, что к чему, посмотрим. Но я думаю, что конкретно данный заход в Арию должен растянуться так на серии 10-15. Плюс-минус. А там уже глянем, как оно к чему. Короче, сейчас идем, наверное, к торговцу, который, надеюсь, радио свое. Но вот за эту музыку точно будут банить. Там играет этот, я солдат, вот это вот. А сейчас вообще какая-то странная песня играет. Короче, ладно, я еще музыку буду убирать. Я, вроде, как все галочки, поубирал лишнее, но игре похер. Но, здорово, здорово. Маслина, почему у тебя такое погоняло ущербное? Так, ладно, это я читал, если что, миллион раз, поэтому да. А работе в комете какая-нибудь? Уже разобрали всю работу, понятное дело. Аптечка дорога у тебя стоит, кстати, мужик. А, аптечками ты не интересуешься, да? Ну, я не интересуюся, кто тебе это самое... Твои дела, да? Не интересуюсь, как хочешь. По-моему, это вообще радио играет, кстати. Вот, знаете, в Телном Долине там же были переговоры, по идее. Здесь играет радио. Так, ладно, все, я выбрался, получается, за пределы своей лачуги, своей базы законной. И сейчас мы будем потихонечку уже обследовать территорию на наличие чего-либо интересного и не очень, так скажем, в этом новом патче. Это что такое? Если что, я, вроде, как должен был, если не забыл, показать все изменения в начале ролика, просто списком, да? Там на паузу поставили, почитали, либо сами зашли, почитали. Немаленькие люди, в конце концов, да? А вот, и поэтому посмотрим, игроподит ли это вообще. Ну, надеюсь, что да. Так, вот здесь вообще, по-моему, пусто пока что. Ничего тут нету. Но это место для сна. А, да, для сна. Кстати, странно, почему здесь его делают. Вроде как опасное место, это уже не база, как-никак. Окей, видимо, это считается как база. Тогда бы уже здесь челиков поселили бы, а тут только на базе. Короче, ладно, двигаем сейчас, получается, наверное, просто двигаем, да? Вот сюда сейчас ходим, вот сюда подозрим, что имеется здесь. И пойдем уже бить воен. Меня, конечно, знаете, очень сильно, очень сильно радует то, что все-таки это не одна жизнь. Я сейчас могу спокойненько лишнего что-то делать или не делать, наоборот. Так, а что такое, стрика? Пружина. Ход с оружием плюс 2 и гильза от автоматного патрона. Это, видимо, для чего это надо, интересно, подожди. А болты конечные, что ли, получается? Ну, вот я гильзу выкинул, да? Гильзу выкинул, так. И давай-ка вторую гильзу выкину. Ну-ка. Ага, все, смотри-ка, не будет больше гильз у меня, все. То есть это так и работает, видимо. Нет, ну, как бы фича прик... А что за... Я просто проверил, как бы, игра мне не дает сейчас их подобрать, видимо, да? Нет, игра не дает, смотри, реально не дает. Ну, давай, давай, вот она, вот она, вот она. И вот еще одна, давай. Две гильзы. Два болта, грубо говоря, у меня присутствует. Все забрали, хорошо. А вот это вот от автоматного патрона, это что, это куда? Это, видимо, да, это не использовать. Ну, хорошо, я тебя услышал, я тебя понял. Тогда давай-ка я ее сложу, наверное, в рюкзак, чтобы не мешать. Ну, это, видимо, это хп-шка потратилась вот это вот отделение из-за того, что я в стену долбанулся башкой. Как мы видим, у меня беды с башкой какие-то. Состояние здоровья головы почему-то зеленое. Бред, ладно. И вот немного раздражает, на самом деле, вот это вот покачивание камерам вечной. Вот это вот, вот это вот сейчас я опять начинаю качать башкой свои. Это надоедает очень сильно. Хотя бы сделали бы это как-то не очень за меня, ладно? Дело разработчиков. Так, залетаем в здание, но тут почему-то, к сожалению, пусто. Я думал, что для меня тут что-нибудь оставит интересное, но нет. К сожалению, тут даже тайника я никого пока не наблюдаю, что странно. Должен был быть тайник, но хорошо. Я сейчас тогда схожу вот сюда, посмотрю, что здесь имеется. Слушай, ну, эти навыки для меня, я не хочу бегать как задохли какой-то. И, естественно, понятное дело, мы все понимаем то, что в случае, если у меня перегруз, в случае, если на мне столько Г, понятно, что я буду уставать. Понятное дело, да. Ой, блин, а тут... А можешь как-то тут это разбить, кстати, с разбегом? Видимо, нет, да? Но когда у тебя там 2 килограмма, ты бегаешь 5 часов по зоне, ты после этого... Да что такое-то, а? Выдыхаешься, это нелогично. Не получается мне ничего разбить, к сожалению. Тогда делать тут, по сути, это своей нечего. Да идем, получается, сейчас в сторону вот этих вот челиков, ваненных. Посмотрим, что там они хотят, что они там приметили, не приметили, и сразу же тогда с ними разберемся. Первое задание, не хотелось бы его проваливать, скажу честно. Давай-ка сразу фонарик, хотя палиться бы не надо бы по хорошему. Ну ладно, посмотрим. Производственный комплекс. Собак перевалили. А что, с дробовик-то можно? Нет, погоди, дробовик. Давай-ка на третью, пожалуйста, на третий мне слот. Ну что, мужики, давай будем разбираться с вами. Блин, собак хотелось бы обыскать, но нож необходим. Да, вот это я и говорю, что нужен был нож, топорик. Ай, как же мне с вами там распорвать? А звуков что, не будет, что ли? Ой, тут чуть-чуть куда-то мне попал сейчас. В ногу, да, попал. А почему нет звука выстрела? Это как-то мне кажется не очень хорошо на самом-то деле. Так, и походу сейчас я умру. Моя первая смерть будет. Да и походу надо реально револднуться. Ну да, видим, да, то, что чилики. А звук-то где, собственно? Сейчас, скорее всего, игра вообще вылетит. Ну неприятно. Я не спорю, никто не говорит, что будет легко. Да, вылетел даже игру ли, но... Почему ты ударяешься-то? Я не понимаю, почему. Ну, вроде как это не сильно прям вообще влияет, по сути. Но, ну как бы лучше бы ты вообще не ударялся, на самом деле. Ладно, тогда я сейчас как-то попытаюсь по-умному с ними разобраться, потому что, как вот сейчас я иду в опыта, ну, мало того, вот это вот так, поле аномалий трамплин, что? А где, если не сигарет? А, где-то в другом месте. Так, ну-ка, тайник, к сожалению, пустой, ладно. А здесь как пройти? Ну смотри, вот это вот есть, да, поле аномалий трамплин? А, нет, это не поле аномалий трамплин. Я вот никогда вот здесь, я честно скажу вам, не путешествовал, даже понятия не имея, как туда-то пройти. Блин, надо подумать на самом-то деле. Ну вот тут что у нас имеется? Да ничего, лестницу хочу. Дайте лестницу, пожалуйста, мне вон туда, конь, наверх. А, ну вот, дали. Слушай, спасибо, я тебя понял, я тебя услышал. Так, ползем, ползем, ползем и... Ну, слушай, на крыше поп... Ага, ловушка. Ну, в принципе, да, можно как-то тут заманцевать, они не настолько умные. Так, сейчас охраняемся. Конь, бежим. Вот тебе навык шустряк, кстати, пригодился. Ты видел, как я сейчас пробежал, ты промоцеровал, так красиво же, друзья, согласитесь, прям вообще здорово. Чем я сейчас делать, ты как мне тут сейчас выбираться в эту ситуацию? Или это песня строчить, не построишь тут еще? Так, ну давай, как-нибудь уж. Не будь, я так тебя приметил, ну ты сейчас, скорее всего, меня убьешь, да? Я более чем уверен, поэтому... А, ситуация не с простых, не с простых, плюс ко всему один только вход. Ладно, другого варианта нету, давай, как сейчас, буду надеяться, что он слепой, не увидит там и прочее. Да ну, 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 да ну. Дану, да, ну, да, ну, да, ну, да, ну, да, ну. Так, одного мы завалили, второго мы должны тоже завалили. Тихо, 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 тихо. Я в упор стреляю, мужик, как бы, ну ты имей, в конце концов, чувство совести. Потому что так жить, как бы, не очень-то и обязательно. Вот это я не понял сейчас, почему он, ну, 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 вот все хорошо. Челикого в упор расстреляли. Да, вот этот говнюк, почему он столько выдержал? Ну как, ну что, почему? У меня даже костюм хуже, а он выдержал. Так, хорошо, попытка номер два. И сейчас вообще вряд ли что-то получается Выше со второго раза, да? В подобных ситуациях Что ж тебе так круто-то верстит Какие-то там какие-то проблемы прям Так, 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 так Сохраняться, естественно, никто мне не даст в это время Вроде вот он, патрон-то влетит тебе в голову прям Мужик, ну как бы имейте совесть, если серьезно говорю Я сейчас, думаете, шучу, что ли? Ну как бы, ну не живут люди примерно Вот столько, сколько он там жил сейчас Так, если я как-нибудь Ну, кого-то это хорошая позиция, мне кажется Как-то можем попытаться так Побайсить его, во всяком случае Ну, нет, дерьмо позиция Ну, мы можем, в принципе, сейчас и подняться через этот вот путь Он там сидит в ручках по ФК Ну да, я бы так по ФК сидел, конечно Да, да О, все, убили И что мне, ранили руку, да, ранили Ах ты тварина Так, а что за рука, подожди Левые руки, левые руки, левые руки Левые руки, давай Лечим левую руку О, анимация А что мне нашивка долг? Че? Кого? Какая нашивка долгая? У меня бандитская куртка Он еще куртку покоцал О, ну ты скотина, конечно, да Ну что, аптечку, да, используем одну к левой руке Давай, думаю, что да Давай Блин, ну ты, конечно, скотина Да, он еще, кстати, в левую руку вкалывает Скорее всего, это рандомная анимация Точнее, это даже не рандомная, а дефолтная анимация То есть он будет так всегда вкалывать, типа Независимо от того, что болит О, логично, что левые руки Так, ну все, вроде как я все, что нужно, сделал Попал он не сильно, но, порядка, ломал Ладно, давай сейчас тогда их обыскивать сразу же Ага То есть настолько тут все запущено, да? То есть даже гильзы я буду подбирать О, ужас какой Ну я не знаю, помощь какой-то просто сейчас буду Ай, ну это все нормально, ты как бы не подберешь, да, их особо? Ну не подберешь Ну не пофиксили, это нормально Вот мне бы сделали дефолтный вот этот подбор Я бы, может быть, выбор Так, ладно, чего у меня там с рукой-то моей? Да, вроде речится Да, да вроде речится, все хорошо Должно пройти время И что мы находим, кстати? Находим мы тяжелый бронекостюм Находим мы всякие медикаменты Находим мы, что самое главное, первое снаряжение Так, берем А, почему-то взять все, кнопка не работает, к сожалению Ну да ладно Находим калашников Ага Ничего не понял, подожди, я какого-то это И почему? Подожди, 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 подожди Не хватает мне, что ли, этого? Вообще, почему он не берет его? Видимо, он слишком, ну, жирный, большой Нет, ну если да, то как-то я не, это самое, не вкуриваю Почему так? Так, плавленный сварочек, оставь тогда себе Ааа, так, патрики, ладно, пусть будут Подожди, но калашников надо по-любому брать Вот это сто процентов Тут как не крути, без калаша-то я не уйду никуда И что, он выкидывается? Патроны забери обязательно Ну типа нужны будут А бронегостюм-то как бы особо-то и не нужен Хе-хе, он так забавно выглядит на самом деле Так, ну что, не возьмешь? Или возьмет все-таки? Нет, не возьмет, не хочет на него брать, к сожалению Но калаш взял, ладно, калаш-то взял, это хорошо Но он убитый Он убитый, это плохо Ну все, у нас нормально все с рукой Полняется здоровье Ты, тварь, такая, мне зачем-то мне покоцал вот этого? Ааа, ладно Не важно покоцал, покоцал Калашников на двоечку Не, давай-ка я лучше поменяю местами Мне так будет чисто удобнее визуально Калашников Ля, вот это я называю машина Так, подожди, какая машина? Я еще вот этого говнюка не обыскал Так, дай-ка заберу пазырю хотя бы Ну и... А почему-то могу взять А бронегостюм-то, а что, настолько там у него все плохо в плане веса? Ну, видимо, да Видимо, да Ля, еще иконки Наверное, дотащил его все-таки до базы Там посмотрим, может при... 8 литров, а что не нравится? 18 килограмм Еще не нравится, опять не могу Видимо, вот Вот, вот, это хорошо Тут мне уже нравится, да Тут уже могу взять Маскировки как таковой тут нету Я вроде как вот так понял, да Но ладно, у меня еще теку немного от кровоточения Ладно, давай еще левую руку маленькую Мы с вами полечим Чтобы там совсем легко было Ну, нет, легко не будет, но... Ну да, уже легко, кстати Уже все хорошо, у нас проблем нету Это еще все, посмотрим Может кто-то возьмет это все дело Я не знаю, так, подожди, разродить 11, да Разродил, заряжай тогда обратно И заряжаем калашников тогда Блин, ну слушай, пока интересно Вот реально тебе говорю Видно, что разработчики над проектом трудятся Это здорово Так, давай тогда сразу я заряжу Чтобы лишний раз особо хернёй не заниматься Все, зарядил, умничка А куда это теть? Подожди, это что такое? 540 Еще один, что ли? Подожди, разрядить Да, 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 да Я тебя понял Я думал просто, что это какой-то другой Или баг Или опять какой-то глюк Ну, как мы видим, все хорошо Так, два пестика у меня появилось, кстати Насчет пистолета Сразу давай на четверку Или на... Или как, подожди Атнерка это что? Атнерка это ничего? Атнерка это пистолет, да, у меня Ладно, это логично Не спорим Так, по состоянию Сколько состояния? 25% А у этого 31 Ну, на пару больше Так, заряжаем Давай 2, 3, 4 Все зарядили Отлично Целая обойма Заряжай тогда обратно Перезаряжайся И все Обойма к пестикой присутствует Отлично Слушай, ну первая ходка Прям пошла как по маслу Хотя я даже не все обыскал Ну нет, я, наверное, займусь попозже Мужики, добрый день Чего тут забыли? Чего тут делаете? Ладно, идите, короче, по своим дивам Ну нет, все-таки надо, мне кажется, обыскать Вот надо, мне кажется, обыскать Почему 9-18? Или что, или я его, типа, зарядил уже и все? Ну-ка, я что-то пока нет самого Ну да, видимо, у меня А, у меня имеется, видимо, 2 магазина просто 2 магазина Один вот я заряжаю Второй пока что Ну как ты его зарядишь-то? Нелогично, нелогично Ну нет, тайники пустые Султанидзе, добрый день, собственно Я вернулся Надеюсь, что не с пустыми руками для тебя Дело сделано Давай прочитающее Конечно, братан, до минуты Слушай, мне не нужны деньги совсем Давай взамен что-нибудь А, например, маяк Кого? Что за маяк? Я не понял Нет, когда сейчас я, может, его продам И получу больше, чем 12 тысяч Если нет, то иди ты к страху Я, нет, нет, нет Я тогда деньги возьму Либо же за какой-то рандом Причем такой Возможно, даже где-то не в мою сторону Ха, погоди А это даже интересно стало Так, я хочу это проверить За сколько за 4 тысячи? Ясно Меня обманул султан Давай-ка лучше Деньгами отдавай мне награду Давай-давай 23 тысячи Че? Подожди А, раб А, а, а Сейчас, я понял Походу прикол Нет, это есть 12 тысяч гривен По-моему, кстати, да? По-моему, да Так, подзаработать Нет, ничего не бери в голову Расскажи жизни в группировке И все, кстати Хм И больше тут нет у него заданий Да, никаких пока что Но, во всяком случае, пока В принципе, он можно У дефолтов неописи Эти квесты брать Но так, подожди Кто-то там нейтрал Отношения нейтрал Свобода нейтрал Наемники нейтрал Так что есть задания Можно идти на север зоны Да Либо же у нас есть путь Идти грабить сталкеров Маленько отдохнул И под данный атмосферный Так скажем, антураж Закончу эту серию Надеюсь, что вам понравилось Надеюсь, что вы будете смотреть дальше Всем всего наилучшего С вами был Голдман Всем пока-пока И увидимся И не болейте До встречи Субтитры сделал DimaTorzok